Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение первого ФФА-сериала в мире шестой цивилизации. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Всё-таки всегда интереснее смотреть сначала. Ну а всем остальным приятного просмотра. Ну подожди, вот в Лондоне у тебя что, убился кавалерист вообще полностью, что ли, как ты? Вот где у тебя кавалерист в Лондоне? Понял, это из-за ядерного этого загрязнения. Ах ты чёрт, я не могу кинуть туда, куда я не вижу. Слушай, ну это классно, если так. Слышите, ядерное загрязнение убивает юниты, которые на нём стоят. Так вроде здесь пятый там же было. Слушайте. Пятый, который там был атак, вообще. Я вам больше скажу, он даже шпионов убивает в городах. Чёрт, я не могу кинуть бомбу туда, где я не вижу. Всё. Стоп. Продолжение следует... 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 а 156 еще два города мне будет но сложно захватить это ну конечно на конечно ты ядерные ракеты каждые два-три хода кидаешь все у меня не кончились никому из ножек придется еще раз ядерные ракеты строить и захватывать я говорю про то что но это не прям скоро произойдет так что дело но китайцы они затормозили теле надо тебя тормозить россию улетит теперь и еще даже спутник достроен нормально просто юнит сдох в городе потому что там радиация да да там и там и шпионы дохнут и юниты все дохнет давайте к индустриальную зону останавливать у меня еще несчастье началось да все у меня тоже несчастье поэтому они называются а как твое несчастье влияет на культурную победу никак не влияет я у меня нет производства чтобы захватить то если не города да ладно до этого было производства теперь нету сейчас вокруг мадрида появились воровские юниты поэтому все сложно стало и я их не обвиняю я считаю они молодцы давайте вокруг россии варвару египта варвары тоже нужно купить сколько стоит я у меня тоже несчастье надо восстанавливать плимут блин там какой-то стопом был производство упало извиняюсь счастье до 50 я все-таки думаю китай победит тут короче два варианта либо француз меня до конца забирает и он побеждает потому что у него будет куча туризма либо вне границ юниты не распускать на своей территории можете распускать юниты но только живые не ранены да ну честно говоря мне кажется тут либо китай успеет построить потому что все таки ну у него уже там есть вся инфраструктура уже эгипта мы искали что он в трех городах построил космопорты либо за счет двух из них прошлись ядер таки один из них без производства либо за счет культуры сейчас победит француз за счет туризма так у него уже шедевров у него шедевров послушали у него шедевров больше чем у меня кстати по очкам как на каком ходу заканчивается то игра ну не знаю все таки я беру свои слова обратно вряд ли по очкам победит за 60 ходов я уверен что кто-то много раньше либо улетит либо культура а а а а если поменять уже правительственно и понятое другое самолетов не уже достаточно почему я не могу мир заключить потому что война у вас наверно нет почему мы можем заключить мир чтобы только недавно войну объявили друг другу да и мы исходим с алкогности да запаха шифра пара ну не получилось в публике потому что до кучи апостола и индийского руб причине напрягают и все игрок кстати индийца апостола твоего накрыла ядерной бомбы или нет слушать а как вообще очищать от ядерного заражения ну то есть я вижу что у рабочих есть это очистка но дело в том что рабочий на половину жизни половину жизни терять к становится на место заражения спасибо больше шансов на победу нет у меня достраивается в третьем городе из-за несчастья космопорт еще 15 ходов плюс еще надо построить модуль для это еще где-то выходов 12 нет 20 чем-то 40 ходов всем спасибо 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 пока я бы поборолся на твоем месте еще у меня вон столицу захватили самый мощный город захватили у тебя эта культура еще капает а у меня наука никак уже не прибавится вот как построил то что успел все я думаю мне хотя бы столицу захватят второй город не будут трогать а там дострою хотя бы один пуск а у тебя кстати флота никакого не было ты не мог мне навстречу выйти и убивать меня кстати у меня флота не было потому что они морские города слушайте у меня просто этот город и объясняю тебе я вытащу гавань через клетку я вот в одном городе вижу гавань у тебя все вот в этом городе его построил недавно он маленький там пока строится все очень плохо у тебя вот три города на воде можно я скажу у меня тут походу глюк с ногой ну это явно глюк уж они это не почему-то не сделали в общем на горе считается что я ее оккупировал вот сейчас то есть вот как мне например и и потому что это не твой город это потому что японский город ну правильно но я-то его захватил сейчас я же его сейчас отбивал и как вот так хорошо ладно это даже японский но как как мне мир с японцем заключить японцы же нету в игре забавный пилюля это реально глюк на центр города загрязнение тоже на рабочем надо дается или нужно сначала все районы написано что у китая все три этих закончен все три шага до победы у него исследование сделаны на види ты наведи на последний шаг увидишь ему надо запустить марс-реактор и запустить марс habitation кстати вы бы там следили за компьютером между прочим вот спросил по моему это вообще ну как-то пофиг на улететь в космос не знаю сейчас взойдет компьютер победит просто и все а и и и и и и и стихи открыл, забавно Субтитры сделал DimaTorzok 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 И каталог организации показывает, в какой вагон метро вам надо садиться, чтобы куда-нибудь добраться. Думаю, для жителей Москвы, где составы метрополитенов очень длинные, функция окажется полезной. Так что заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте программу под вашу платформу. 2GIS, если быть точным. Продолжение следует... Дереш, походу, ты раньше меня выберешь туризм. Да. Треть. То есть у меня было набрано 2 трети. Сколько мне осталось, сколько мне? Ты меня слышишь? Сейчас слышу. У меня вот сейчас набрано 2 трети. У меня вот эти 2 трети были набраны... У меня сейчас набрано 2 трети для туризма необходимые очки. У меня эти 2 трети были набраны фиг знает когда. Просто постоянно увеличивается количество необходимых очков. Что, у тебя увеличивается количество этих туристов? Ну и у тебя увеличивается. Но при этом, при этом увеличивается количество необходимых туристов. У меня тут культурная победа, я чувствую. Улетит, нет? Кто? Я кушать хочу. Давайте улетаемся. Ну тут из только Китая улетит. Пока. Ну вот еще русский близок. А ты сам не хочешь научную победу сделать? У тебя куча городов. У тебя надо 3 космопорта построить всего лишь. И несчастье, так что реально сложно. Не знаю, мне кажется, тут что-то с аэропортами не так. Ну хотя ты убил, конечно, бомбой. Но надо как-то, чтобы и наземные юниты могли разрушать аэропорты. Валерия в Лондоне же разрушила. Нет, вообще-то. Ну точнее как? Была кнопка пилрач. Я это сделал, медаль 25 золота. Ну да, ты его разрушил, но самолеты почему-то там остались. Тупо. Ты еще какую-то бомбу скинул, нет? А, ты скинул бомбу на Лондон? Звук такой был, как будто что-то... А, это, наверное, юниты в этой... Все, я понял. Загрязнение. Так, экономика. Едут плюс сто процентов. И, и, и... Я отойду пока. Так, а тут поменяем на золото от посланников. Вот так. Так, теперь... Space Project, видимо, мне уже не понадобится. 50 на самолетах и... Милли инрэйч, вот так. Милли инрэйч, вот так. Ну, и тут умер вертолетик в Лондоне. Блин, кстати, это тоже может... Не, просто не видно, есть тут загрязнение или нету. Вроде, по идее, нету. Ну, вроде все снято. Вся защита с Манчестера. Чуть-то у меня большие сомнения, что мы будут культуры победить. Мне кажется, русские быстрее запустят самолетик. А что у меня, кстати, несчастье за усталость от войны что-нибудь есть? Ну, начинайся вход. Что, отбил Манчестер? Слава богу. Мне все три модуля, мне надо запускать самому. Чего? Ну, вот тут вопрос возникал, передадутся в него или не передадутся. Нет, конечно, это же проект, это же не... Долго так все ремонтируется? Да, это быстро. Продолжение следует... 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 Боже, сколько у меня самолётов... Всё-таки тут явный глюк, то есть... Должны самолёты были куда-нибудь деться... Так не дело... Как выглядит шахта, им только тут оружия нет... Галюш, вроде по два входа прибавляется туристам... Ну, если по два входа, то, как ты понимаешь... О, уже 167 было... А было же 155 нужно... И растёт... Количество... Я давно закончил... Стоит строить третий... Русский победил, скорее всего... Да, сейчас я знаю, прилетит ли с этого стола... С Египта... С Египта... С Египта... С Египта... С Египта... В смысле, по тем же самым городам... Ты ж в пени строишь, не в них строишь... А? Ты в них строишь, что ли? Ну... Как бы... Наверно, да? Ааах... Ты явно... Да! Точно! Там же ведь всё готово... И производство хорошое... не варвары все пусковые шахты разрушили ну и я самолетами разрушал ну да это тоже не на в реальность не может столько войск появится станческих это как-то жесть вообще ну те гражданская война считает знаешь там как бы у меня производства меньше чем производства у партизан что-то тут блин они захватили твои военные базы представь что это военные взбунтовались мои юниты переходили нас стали становиться варваровскими а так у меня нет юнита и откуда появляется 10 юнитов по механизированной пехоты ну и конечно тут что-то явный глюк с аэропортами потому что не должны были у меня самолеты остаться лес и потом его вырубить сразу забавно я думаю он не дает производства производства это только перемещение леса где что-то я понял зачем это есть у салтца твоей мире нет у меня есть минус 3 у меня везет они минус 4 в другом городе минус 8 минус 6 по-разному оказывается в разных городах по-разному столице у меня вообще плюс 11 свою территорию ядерку чтобы всех варваров уничтожить вы чего моим на пиджаку своему пусть варвара делать . попробуй и 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 Продолжение следует... 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 француз так ты мир не хочешь что ли что не пойму я а еще француз это самая и виздел валял я тут не буду лишним я себе просто посижу послушаю плев не очень гром он смотри француз тебя защищают юка гамму твою а а и 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 а и как раздражает конечно пока тут правление какая ну да я французу все кричу кричу давай мир заключим на просмотр у него города тает 53 53 туристы еще сделку примешь ли отключение можно у нас не слышит не знаю отошел может а 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 Продолжение следует... 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 А что морской курорт делает? Туризм дает Туризм дает Туризм дает Так, 6-6-5, Новгород-7, Дыли-Буси. Те, кстати, Леш, чтобы культурой попробовать выиграть, можно пробовать этого христа-искупителя поставить. Он там, типа, ну, что-то помогает делать. Ну, это круто, конечно, но у меня все города расфигачены. Вон там будет строиться 40 ходов. О, Египет объявил войну России? Ну, как-то, по-моему, слишком много всего построено у нее. Сбросил ядерку на Россию? Ну, ты же на китайские города, я так понимаю, сбросил, да? Да. Там вроде у нее строится. Не так, кажется. Может, строится. О, он прям приплыл, ни хрена себе. Так, 6-6, в Новгород-7, в Дыли-8. Сбросил ядерку на Россию. Так, ну и сколько? 47. Где-то, примерно, по два туриста за ход. То есть, ходов, типа, через 20. Возможно, я и победил. Если еще захвачу город, вот, французский с шедеврами. Кто будет вообще зашибись? Кто будет дальше? Кто будет дальше? Попробуем. К marble. Попробуем. Аббат, рыжечки. блин уже 1992 год 207 фото всего 250 до до я уже начинаю думать что вполне может французы победить по очкам как она осталась 20 и 40 и входа осталось но не то так еще одна ядерка прилетит нехватка тут чай дать чушь пиво построю Интересно, ядерку можно в воду запускать? Ядерку можно в воду запускать? Ядерку можно в воду запускать? Так, 47 было на прошлом ходу, на этом ходу 45. Китай оскорбил Россию. Есть ничего не как мечта. Ядерку можно в воду запускать? 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 Места надо знать. Может с моря снизу? Ну вот я и думаю, ну откуда он может убить? Видимо с подводной лодки. Так. Ядерку можно в воду запускать? Ядерку можно в воду запускать? Ядерку можно в воду запускать? Стоп. Подожди. На меня что ли упало? На меня упало? На Питер? да вот на лиц только что упала ну а чё ты меня осупил а это ты где на самом деле я промахнулся мимо предложить сделку хочешь верь хочешь не она индию ты сбросишь ядерку ну я у франции города и так забираю так нету смысла него скидывать что на индию не будешь скидывать пока я не думаю не так как на индию бесполезно ну да у китая тоже зеркал было ну у него одна церковь иди ты провоцируешь меня на эксперимент правильно правильно надо проверить а а ты как бы ответ хорди миши христа претендера построив так ну что 41 блин блин давайте-ка уже тоже построим манхэттенпроектом на один как лысые без так у русского в петербурге сиане и тияне космопорт и 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 так около лондона вроде уже все починили как . неисправлены чего египта две ядерки что для всего было ну сейчас еще шури вне а то все упали на тебя одна упала на лиц блин у француза тут по земле столько варваров бегает он походу совсем печаль со счастьем ради миша ты до сих пор не пришел да ты где-то ходишь кушаешь вот жрун вообще конечно мог бы предупредить как как сказать я не знаю сидим весь таймер ждем вся русский то уже запустил одну я собственно поэтому по нему и выстрелил марс реактор ну собственно 2 осталось и все боже охренеть я тут параллельно за хоккеем слежу просто какой счет динамо минск с витязем сыграли 96 всем похоже пофиг блин ты его еще и захватываешь умение ясно египет ты был русского шо не захватил русского не получилось от не подготовился ну так а смысл у меня захватывать я не понимаю еще один что француз был что ты делаю что могу так ты вообще даже уничтожил у тебя самолета кстати уничтожились от этого нет а куда они делись интеллекта в аэропорту сидят на том месте где был аэропорт а мне не показывают что остался рапорт но аэропорт не остался там сидят культура теперь вряд ли выберусь лиц уничтожим а нету театрального района этот город можно будет просто уничтожить всегда хотела поставала в лагерь варваров заходить а это столица поэтому не могу уничтожить зашла звук было так и по питеру прилетел это литвит отруга вместе что-то буква ну а чё у нас француз все видишь вообще ну а крайней мере здесь скоро Продолжение следует... 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 Прикольно... Я уничтожил великое чудо, поэтому я могу его снова построить... Ура! Продолжение следует... 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 Так как давно их потом это сделать? Я все равно не понимаю почему оружие не доступно. А куда он кинул? По Туле, да? Я смотрю у тебя Тула, Питер, Сиан. В общем только Астрахань и Новгород живы еще. У него еще есть Тьюань. Вот я не знаю, может быть там строится. Ну вот Тьюань ты мог бы и захватить. Не хватает производства, чтобы строить и юниты, которыми захватывать. Миша, раз ты вернулся, прими мир наконец. То я последнее время только зря, что твои города захватываю. А оно мне нафиг не надо. Буду честен. Миша, ау. Ты написал, что он не в Дискорде, он может... Ну я вот сейчас вижу, что он в Дискорде. Где это я отправил мир? Где... Я не вижу никакого... Вот сейчас я отправил мир. До этого никакого мира не было. Вот как понять, я в Дуяне вижу космодром полностью. Ну вот там достраивается что-то или нет? Я думаю никак. Так-то в принципе есть анимация, да? Они постепенно меняются, эти части. Вроде да. Ну да смотри тебе прямо в этот ход надо что-то думать. Вот в смысле, вот тебе осталось 3 минуты, ничего не сделаешь, я выиграл. А вот так вот, да? Ну у меня на следующий ход появляются ядерки две. А ядерки тебе по сути не помогают. Они тебе замедлят производство. Ну настолько не замедлят. А тебя подожди-ка. Вот смотри, я тебе скажу. Мне осталось 7 производства, чтобы выиграть. 7. То есть столько ты меня не снимешь никогда. Ты пей ему по космодрому, не по городу, а по космодрому. Я настроил ядерку и отрубил ее лесами. Но нужно решить куда кидать. По космодрому кидать. А куда? В Туанье или Туанье? Нет, в Туанье, конечно. В Туанье, да? Боже, а кто по Мадриду кинул? Или француз тоже сам на себя кидаешь просто. Ради Миша disconnected. Так, у меня, у меня стоило. Не кидать по борту или по космодрому? Космодром, конечно. Бород же за деньги тоже. Ну да, бород же за деньги. Ну слушай, мы можем тебя без тебя не играем. Ну слушай, мы можем тебя без тебя не играем. Потому что тут следующий ход должен быть победный для русского, по идее. А ну, блин. Извините, что отходил, но хорошо. Давайте уже посмотрим. Просто смысл грузить. Можем поздравлять с победой? Не знаю, они там хотят на него еще как-то атомку кинуть. Ну вот я кинул на космодром. Если в Туяне у него достроилось, должен был космодром поломаться. Да, поломал. Тебе нужно чинить. Надо чинить. Ну тогда ради Миша заходи обратно. Да нет, не заходи. Он меня угадал. Угадал я? Нет. Все-таки нужно было на эту самую Питерский скидывать? Не скажу. Не, ну правильно, а что вы сейчас, блин, вы ему в последний ход все обломаете? Ну все, я на этом ходу больше ничего не могу сделать. Ну что, давайте заканчивайте. Да, это там зенитов много пришло и это самое. Пока всеми пропустишь ход. Интересно, а нам покажет улетание? Не знаю. Блин, прикольно. А я Софья в Астрахане. Хорошо. 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 Что это сейчас было? Да, я еще не начался ходить. Еще не начался, да. Ожидай. Все. Ого. Где у тебя было? В Питере все-таки. И что, не помогло, что я по космодрому ударил? Ты по космодрому ударил не по тому. К Сиане. Не возле берега. Аааа, блин. Я был, да. Я китайца, когда захватил ее сразу. Все понятно. Все понятно. Нужно было по КСиане кидать, а не по этому самому. Ну, бог. Поздравляем. Поздравляем с победой. Ну, что я хочу сказать. Я, во-первых, мне до сих пор непонятно, как культурой побеждать. Не в том плане, что мне там не хватило, а просто, ну, блин, просто тупо непонятно, сколько там этих набирается туризм. То есть, ты не можешь просчитать, что тебе сделать надо. В общем-то. Эти цели ты тоже не мог посчитать. Ну, нет. Почему? Там было видно... Там было видно культурным туризмом. Нет, там было конкретно цифры туризма и цифры культуры. Мне это было очень понятно. Потому что... Ну, в принципе, да, согласен. Да, понятнее было. Сколько входов нужно. А тут я не понимаю, как увеличивается... Там тоже непонятно было. Как увеличивается количество туризма, откуда оно берется, и, например, бороться чем надо? Другим туризмом, другой культурой? А ты, кстати, нажимал на линзу с туризмом? Да, нажимал. Но она показывает... Ну, то есть... Она просто показывает, какие еще часа тебе даются руку туризма. О, культурный заход у меня, конечно, больше всех было. Вообще. Так, верный заход у нас... Похоже, в Дипстегр. Графиков мне зайти, ну, елки-палки. Ну ладно. Баланс по золоту тоже Дипстегр тут. Науки вход. Ну, вы знаете, в принципе, так ровненько все шли, я вам скажу. Наука вход. Периодически... И не сказать, что тут кто-то прям улетал офигенно. Вообще не сказать. Больше всех зданий построил француз. На втором месте я и русский. А, вот тут какая-то интересная статистика. Битвы. Битвы, сколько убиты, сколько потеряно. Значит, больше всего битв француз провел, а я на втором месте. Кстати, очень долгое время японец был впереди, пока его не вынес француз. Больше всех битв. Так, больше всех юнитов убито у француза. Нет, это он убил. Он убил больше всего юнитов. А потеряно тоже у француза. Больше всего войн объявлено французу и Египту. Ну, там, потому что города государства еще учитываются. Ну, что, какие у кого мнения по поводу сетевой игры? Надо править много всего. Ну, тут, да. Да нет, прикольно. Все равно играбельно уже вполне. Играть весело, но надо... Такое чувство, что немножко недоработано чего-то. Надо ограничивать себя, получается. То есть правила вводить какие-то, что нельзя использовать какие-то. Что-то сырое немножко. Ну, вот сейчас вот, например, с аэропортами вот это явная тоже фигня. По идее, ты должен был меня захватывать. Я отбился только потому, что у меня оставались самолеты, и я ими твои юниты фигачил. Ну, да. Я согласен с тем, что когда захватывается город, окей, аэропорт еще работает. Типа, чтобы, там, перебросить юниты, вот это вот... Это прикольно, я не спорю. Ну, блин, ты становишься на аэропорт юнитом, его грабишь... Знаешь, что у меня единственное... Слушай, я допер, кажется. Блин, ты один раз разграбил? По-моему, даже не один раз. Просто смотри, чтобы полностью перестал работать, там же у меня два здания еще. То есть тебе надо три раза разграбить, чтобы реально полностью аэропорт перестал действовать. А-а-а, ну может быть. То есть вот реально до конца разграбить? Вот жалко, мы не проверили. Просто, по-моему, я вот все время нажимал на иконку кавалерии нескольких ходов, и через какой-то момент уже нельзя было нажать разграбить, то есть не было по этой иконке, видимо, я до конца разграбил. С другой стороны, вот сейчас англичанин захватил у меня Лидс, уничтожил его, то есть вместе с Лидсом уничтожился аэропорт, но самолеты остались там сидеть просто в поле и продолжали действовать. Класс. Как-то так странновато это все, конечно. Ну и мне на самом деле очень нравится вот этот штраф за войны, что ты должен заранее начинать просчитывать. То есть уже не будет вот этого, что ты тут скаутом бегаешь, убери своего скаута, ах я не убираешь, и война тебе. Можешь объявить войну, конечно, но если ты в обычных отношениях, тебе бац, сразу штраф к счастью. Да, тут выбор либо внезапность, либо счастье. Ну вот внезапность, по-моему, не помогает. То есть она не дает, более того, ты захватываешь города, и ты получаешь от этого еще больше несчастья. Ты не получаешь того бонуса, как было в пятой цифре, что ты захватил города, и тебе становится классно. То есть ты там производство больше получаешь и так далее. Не, получаешь, русский получил бонус. Нет, тут выгоднее раннюю войну. Я японцы переварил в итоге у меня, что стало даже неплохо. А вот если бы ты на него напал, подготовившись, то есть не когда у вас там, осудив там прочее, это все намного быстрее было бы. Согласен. А вот именно про то, что внезапное, вот мы же спорим, что лучше внезапно, ну типа у вас хорошие отношения, но внезапная война. Вот это они хорошо сделали. Это они продумали. Ну и с другой стороны, я вот подумал, что типа нельзя сразу город отбить. В принципе, это правильно. Единственное, что, ну, может от чего-то там надо, чтобы он зависел, вот эта сила. Потому что, получается, ты захватил город, и вообще у меня там вокруг дофига юнитов, но я его реально не могу отбить. То есть надо как-то что-то сделать, чтобы я там, например, многими юнитами, но мог отбить как-то вот. Да, то, что стены сразу целиком восстанавливаются, это жесть. Не, пускай они восстанавливаются, только пускай силы у них там меньше будет, а то получается сразу такая же сила, как вот есть. Или там меньше, не знаю. Ну да. Но так они сразу продумали, чтобы нельзя было отбить, конечно, город. В этом тоже есть определенная идея. Ну, в общем, вполне очень даже неплохо, наконец, доиграл. Не было какого-то дисбаланса, да, чтобы вот было понятно, кто победит. Да, да, кстати, да. Это очень здорово, да. И тут, и обратите внимание, не очень влияет количество науки и культуры в ход, потому что вот эти эврики и вдохновения, они тоже очень много дают. То есть ты должен что-то еще выполнять по пути. Потому что я вот сейчас посмотрел график, реально по науке никто вперед как-то не вырывался в течение всей игры. Тем не менее мы шли как-то так, ну, потихоньку, потихоньку. Китай там типа вырвался вперед по количеству тех, но он явно шел по определенной ветке. Ему это не очень помогло, его пришли забрали. Так что интересно, интересно. Тут еще явно с караванами можно многое придумать, то есть с кем-то торговать. Тут у меня много разных было политических цивиков, которые мне давали производство там за иностранные пути или наоборот золото за внутренние пути. То есть это можно как-то комбинировать. Тем более, что у других людей, у которых там больше науки или культуры, они вам ее дают за счет этих караванов. Ну да. Немного получается. Ну там максимум там... Немного, это потому что ты рядом торговал с теми, от кого ты не сильно отставал, у кого поменьше науки было. А так, в принципе, если отправлять... А вот у меня было заметно по вере. То есть я там у индуса и русского дофига веры было, и у меня там, например, к ним караван 4 веры в ход мог давать, 5 веры в ход. Я говорю, там больше 4-5 не бывает бонуса от науки. Так а блин, а что это мало? Извините, в конце игры науки 250. Это в конце игры, когда ты все офигенно построил. А тут тебе караван дает 5 науки. В середине игры у тебя где-то 100 науки будет. А караван дает 5. То есть тебе дает 5% всей твоей науки один караван. А он в начале и дает 5 науки, он будет меньше давать. Он будет 2-3 давать. Ну, будет меньше, но это неплохо. Вот если ты караваны отправляешь... У меня иногда было, что чуть ли не треть науки давали караваны, например. Ну, много, конечно, недоработано. Какое-то пропадают всякие вещи, там, ну, куда-то юниты... Описание надо дополнять просто и все. Описание дополнять. Многое вообще не написано там. У меня вообще вырубают, что в техах не написано там, что дается бонус, например, к фермам. Или к шахтам. Да, да, да. Это вообще тупо. То есть тебе надо... Тут надо наводить так... Нет, надо наводить мышку, и тогда это вылезет надпись. А, ну да. Ну, это ж... Ну, это опять неочевидно. Ну, в общем, много в цивиле всего неочевидно. Ну, это громоздко получится. Там уже эти самые еще... Эврики. Если... Ну, вот в 5, допустим, на месте как раз с Эврик было написано, что они дают. А тут это громоздко получится. Нет, в 5... Нет, в 5 была просто иконка такая. Иконка, которая что-то обозначает. То есть ты понимаешь, вот иконка, она еще что-то дает. Ты наводишь и понимаешь, что они добавляют тебе... Да, тут такого нет. Что-то добавляется тебе. О, кстати, кто больше всех великих людей получил? Походу, я. Я больше всех. Ну, я так думаю... Видимо, из таких там музыкантов и писателей получал. Да, да. Именно музыкантов и писателей. Жалко, что тут нельзя посмотреть в раздельности. Там, кто сколько ученых получил, кто сколько инженеров. Там, на самом деле, очень важно, каких ты получаешь. По-моему, музыканты и писатели все более-менее одинаковые. А вот инженеры и ученые, они очень разные. И они очень разные дают густы. Да, да. Ну, писатели, музыканты и художники, они не более-менее, а просто конкретно все одинаковые. Они просто дают шедевры. Вот и все, они одинаковые. Просто разные шедевры там. Они вообще одинаковые, да? Ты сейчас знаешь, ты сейчас тут лишь закроешь, да? Ну, нажмешь, выйти в главном меню и не больше, что ты табличку по ней открываешь. Это печаль. Ну, не расстраивайся. Запомни ее в своей памяти. Что ты сделала, что я это самое не запомнил? Так, мне кажется, тут нереально победить чем-либо, кроме научной победы. Вот, не знаю. Ну, ты знаешь, а мне кажется, реально. Культурной вполне было реально, если бы я понимал, как она работает. То есть, мне там не хватало, по-моему, уже в конце игры 32, что ли, туриста. Что-то такое. Вот я поэтому тоже у тебя город забрал. Потому что что-то стало это очень напрягать. Хотя, да, возможно. А вот военной, военной я не уверен, что возможно только победить. Потому что я не представляю, как может какой-то один человек захватить все столицы. Тут же нет XCOM никаких, ни десанта. Да даже если бы были, у него же офигенно начинаются проблемы со счастьем. То есть, даже не в том плане… Это быстро, сразу все. Ну да, либо сразу все как-то за два-три хода. Ядерка, и если бы был там XCOM, все. Типа пять ядерок и пять десанта. Ну, там не десант, а что-нибудь похоже. Нужно было вертолета, и телеколе-то эту там штуку. Это, похоже, только для дуэли теперь такая фигня. Ну, или там может на четырех каких еще может пройти. Мне вот интересно только… Если несколько человек… Вот, например, француз ты захватил столицу Испании и Японии. Надо ли мне их обратно отбивать? Или мне достаточно только твою столицу будет захватить? О, мне надо, да. В пятой цели надо было всех отбивать, да. Мне кажется, надо все. Здесь, я думаю, так же. Там пишется при Domination Victory, сколько у кого столиц. Поэтому, я думаю, нужно будет захватить тебя все. То есть мне писалось, что у меня есть там две столицы чужих. Больше всех городов захватил француз. Десять штук. Десять раз захватывал города. Да, вармонгер. Больше всех основали, кстати, все вместе. Француз, японец, я так понимаю, и индус. По шесть штук. Шесть основанных городов. Ну и как, по ощущениям, шесть городов вначале основываются нормально? Или у тебя там счастья было дофига? Проблема в том, что я не все сразу основывал. Если б я их основывал одновременно, они бы были более равномерно, ну, по развитию. И, соответственно, они мне давали столько, сколько. Но дело в том, что ты не сможешь одновременно, потому что поселенец очень конкретно увеличивает стоимость свою. Ну да. То есть надо хотя бы хоть немного столицу развить, чтобы строить поселенцы. Не, ну ума и так же столица попадается в хорошем месте, и тогда можно два-три поселенца сделать в начале игры. Ну, это если вырубать лес, я так понимаю. Не написано. Ладно, мне идти надо, поэтому всем спасибо за игру. Ладно, всем спасибо. Да, спасибо. Всем спасибо. Давайте, пока. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok